Верная примета января на Могилевщине – старт продажи билетов на спектакле Международного молодежного театрального форума «МартКонтакт». Ажиотажный спрос и толпа в театральной кассе – вот таким случился первый день продажи билетов. Это порадовало организаторов и расстроило театралов, которые не успели с заказами. Теперь придется упывать на отмену интернет-брони и лишний билетик. «МартКонтакт» начнется 21 марта. Зрителям покажут 23 спектакля из 10 стран. Весна в Могилеве традиционно будет театральной, объявили организаторам «МартКонтакта» – одного из главных культурных событий Могилевщины. Форум у нас складывается достаточно такой объемный, потому что в этом году мы пригласили два очень крупных коллектива. Театр Янки Купалы со знаменитым своим спектаклем «Ревизор», который только получил три национальных премии театральных. И в спектакле «Да, окупился голый король». Это трупы по 50 человек, поэтому такие большие, поэтому, наверное, около 400 с лишним участников в этом году будет. «Ревизор» в трактовке Купаловского театра – все та же комедия. Но гоголевские герои живут и действуют где-то в Беларуси. И, кажется, не очень давно. Хлестаков приезжает в обычный городок, где все жители и начальники тоже говорят не на русском и не на белорусском языках, а на тросянке. Такой знакомый нам, жителям Восточной Беларуси. Специальный перевод сделала Мария Пушкина. И она призналась нам в скайп-интервью, что сама большую часть времени говорит на той самой тросянке и страшно любит ее. У нас вельми редко уже можно встретить человека, который размовляет на чистой белорусской мове. А, ну, в принципе, это не так важно. Ну, что чистое? Люди размовляют от сердца. И в осте, что едят сердце, у этих вельми часто замоцовывается то, что хотели передать деду или бабуле. Там, честно, такие перлы. Спектакли Март Контакта очень разнообразные. Афиша подобрана на разный зрительский вкус. От классических повествований до удивительных театральных экспериментов. Есть и даже социальное кабаре. Именно поэтому Март Контакт уже назвали непрогнозируемым. Что выстрелит в зрителя, невозможно предсказать. Но публику просят не бояться, а идти, смотреть, воспринимать и понимать. Среди участников Март Контакта и Могилевские театры они на форуме представят два спектакля. Театр «Кукол» репетирует вольтеровского кандида. А областной драмтеатр покажет спектакль «Желтый песочек» по Василю Быкову. Он в некотором роде творческий итог прошлогоднего Март Контакта. Его поставила молодой режиссер Камиля Хусаинова, сделав сценический набросок во время творческой мастерской форума. И вот целый спектакль о советских репрессиях, нервный и глубокий. Его покажут на малой сцене театра. Но традиционно могилевчане первыми разбирают билеты на спектакли «Привозные» – известных театральных труп. Уже теперь билетный ажиотаж спал, но касса не пустует. Заказал через интернет, попытаюсь забрать свой заказ на три спектакля. Люди обычно приходят с целыми списками. Стоимость билетов от 10 до 35 рублей. За какими билетами вы пришли? Куда хотите попасть? На много шума из ничего. Питерская группа. Рекомендовали друзья, говорят, неплохо. Ну, выступают. Вот, решили с женой сходить. За 13 лет две сотни спектаклей Март Контакта посмотрели 40 тысяч зрителей. И они любят этот театральный форум. За что? За то, что есть что-то новое, интересное, необычное. Необычное, пластика необычная, сценические решения очень интересные. Скажите, пожалуйста, в этом году уже купили билеты? Да, уже купила. Не секрет, на что? На Вишневый сад и много шума из ничего. Спектакль Санкт-Петербургского театра «Суббота» «Много шума из ничего» поставлен, конечно, по мотивам известной пьесы Велимя Шекспира. Но здесь к нему примешали Тома Стоппорда, Марину Цветаеву, Иосифа Бродского, Даниила Хармса. Классический текст играется на языке современного визуального театра. Смелая сценография и костюмы. Жанр – арт-брюд. Другой взгляд на Шекспира представит режиссер Галина Жданова. Кстати, работу Галины Ждановой уже отмечали на Мартконтакте, хотя сама она не приезжала в наш город. Но в этот раз личная встреча наверняка состоится. Какова теперешняя ситуация с билетами? Приблизительно на половину спектаклей они еще есть. Да, в этом году спрос на билеты Мартконтакта большой. Раньше примерно десятая часть покупалась и бронировалась по интернету. В нынешнем году этот процент увеличился. Много билетов бронируют и по телефону, причем из других городов. Но даже если билетов на нужный вам спектакль уже нет, это не значит, что вам не удастся их приобрести до конца марта. Следите на сайте за ходом продаж. Если на сегодняшний день где-то билетов нет, это не значит, что они не появятся. Поэтому отслеживайте, приходите в кассу, смотрите в интернете и добро пожаловать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова